Ну вы знаете, песни нашего века, это же песни, которые пелись в компаниях, в кругу друзей, и большинство людей, которые их пели, они не знали ни авторов, и не задумывались даже над тем, кто автор какой песни. И идея вообще этого проекта как раз и стояла в том, что вот здесь народные песни, и вроде бы авторы как-то отделены от этого диска. Но сегодня нам все-таки хочется крикнуть в этот зал автора, тем более, что двоих вы уже видели. В зале присутствуют на наше счастье, я думаю, на ваше тоже, авторы некоторых песен, которые вошли в диск песни нашего века. И мы очень просим их подняться на сцену. Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич. Автор песен Атланты, снег, я называю песни, которые вошли в диск, кожаные куртки, перекаты. Мы рады приветствовать Дмитрия Антоновича Сухарева, одного из авторов песни Александра, только что прозвучавшей, а также песни, стихам в песне «Пароходик» и многим песням, прозвучавшим в первом отделении нашего концерта. Нам очень приятно пригласить на эту сцену Валерия Каннера. Авторы песни «А все кончается». В зале присутствует автор песни «Весенняя танго» Валерий Миляев. Я думаю, что Виктору Берковскому и Сергею Никитину тоже можно подарить по бутылке шампанского. Дорогие друзья, я так же, видимо, как и вы, потрясен, видя все и слушая все это из ритмного зала. Ведь на самом деле, как правильно сказал Виктор Семенович Берковский, одной из отличительных черт нашего века является появление в России авторской песни. А сегодня мы присутствуем при еще более уникальном событии – хор авторов. Такого не бывало. Вы слышали, какие мастера это были в первом отделении, когда каждый, если бы кто-то из вас его не знал, показывал свою виртуозность как автора и как исполнителя. Я совершенно не представляю себе, как бы они могли тут развернуться. Они пели хором в унисон, как пели бы эти песни в народе. Совершенно фантастическая ситуация. Представляете себе, чтобы какие-то поэты собрались, и не классика ушедчивой жизни, а читали бы стихи своего собрата и еще получали от этого какой-то кайф. Но совершенно не представляю. Или эстрадные композиторы. Нереальная ситуация. И только великое братство авторской песни, когда люди спаяны общей дружбой, общими успехами, общей любовью, дают возможность всем радоваться успехам своего собрата, петь песни друг друга и совершенно не отличать, читать все своими песнями. Я считаю, это за большую честь приличать к этому братству. Вот мы сидим все в зале, смотрим на сцену и видим, какие они все красивые. Я вот думаю, почему? Наверное, потому что они сегодня делают действительно какое-то очень благородное дело. А благородство, оно делает людей прекрасными. И все авторы, которые здесь в зале, страшно благодарны всем участникам этого проекта. И я знаю, что и те, которые не могли прийти сюда, и, конечно, те, которые с небес сейчас за нами наблюдают. Самые любимые. Спасибо. Вы знаете, что большинство этих песен писались в очень-очень трудные времена. И эти песни нас поддерживали. Сейчас времена тоже очень какие-то трудные, неприятные. Мне кажется, вот этот круг, который здесь, вот, часы, это как спасательный круг, который вот этот вот проект бросает снова нам, чтобы нас как-то поддержать. И очень приятно, что мы продолжаем и едем за туманом. Продолжаем это дело. Хотя рельсы уже пошли немножко в другую сторону. А вот попробуйте, напишите песню, испойте ее, так, чтобы люди прослезились о том, как приятно заработать миллион долларов. Как здорово построить особняк или купить замок где-нибудь. Попробуйте. Не об этом звук. Спасибо вам за этот проект, ребята. Я четыре строчки прочту с замечательным женским голосом этой бригады. Называется «Любви и все возрасты». Я встретил вас, и все былое, и все такое, А жило, а наш пронзило, как иглою. Эк вас, дедуля, развезло. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.